Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии вторника. Снова мы разбираем события, которые произошли на финансовых рынках, события, толкнувшие, повлиявшие на финансовые инструменты, которые мы с вами спекулируем изо дня в день. Сегодня, как и обещал, остановимся чуть подробнее на рынке криптоактивов, которые не могут ни волновать, ни интересовать, учитывая те движения, которые показывают эти инструменты, учитывая те события, которые ими движут. И, учитывая ожидание того, что впереди у нас возможно обновление, не просто каких-то локальных экстремумов, у нас впереди потенциал еще большего роста, по крайней мере, ряда криптоинструментов, это уж точно. Параллельно, друзья, мы следим и за привычными традиционными активами рынка Форекс, обращаем внимание на сырьевую секцию, нас особенно интересует, конечно же, нефть. И, если есть что-то интересное, я периодически возвращаюсь и к фондовому рынку. Но, поскольку сезон квартальных отчетов по результатам хозяйственной деятельности по американскому фондовому рынку, который, в принципе, и задает тон для всех фондовых инструментов, традиционные в основном позади, я считаю то, что мы можем больше фокусироваться непосредственно на тех событиях, которые влияют на доллар и торговать в более привычной, интересной среде и специфике, опять же, валютных, торговых и спекулятивных инструментов. Ну, давайте поговорим теперь про нефть. Я думаю, то, что терять время не стоит. Торговая неделя, еще раз повторюсь, это крайне насыщенно на важные события. Вчерашний день был довольно-таки вялый, если уж говорить по результатам большинства инструментов. Я вот сегодня обновлял ценовые уровни, в целом то же самое, что и день назад. Единственное, что мощная волатильность пришлась на фунт, но те движения, которые мы видели, они были связаны с крайней чувствительностью трейдеров к любым сообщениям, которые касаются переговорческого процесса по брейзиту. И сегодня я расскажу, с чем был связан рост и последующие после этого падения. Еще раз актуализирую нашу позицию по британцу, а сразу повторяюсь, то, что лично я сейчас не торгую этим инструментом, потому что уже был достигнут целевой уровень, но склоняюсь в пользу сохранения хорошего потенциала дополнительного роста. А британца буквально против всех основных конкурентов, потому что фунт явно живет в окружении, во власти национального фундамента. Он касается статистики того, как она может повлиять на позицию Банка Англии по процентным ставкам. Ну и, конечно же, фунт реагирует на любые новости, которые касаются темы брейзита. Теперь к нефти. К лосс прошлой торговой сессии 62.40. Сейчас актив торгуется на схожих значениях. С того локального хая, который мы зафиксировали в пятницу, котировки уже неплохо скинули, около 3-4%. Снижение продолжается. Это хороший сигнал для продавцов, то есть для нас с вами, потому что мы лишь убеждаемся в текущей динамике в том, что участники рынка переключили свое внимание уже с столь ожидаемого соглашения ОПЕК и тех решений, которые могли быть приняты в ходе Венской встречи. И мы видим, что трейдеры снова фокусируют свое внимание на перспективах нефтедобычи в США. В частности, вчерашнее снижение можно объяснить с тем, что трейдеры отреагировали на статистику нефтесерстной компании Baker Hughes. Она была опубликована в минувшую пятницу, но традиционно этот релиз отыгрывается в понедельник. Статистика снова указала на то, что количество терминалов продолжает расти. В этот раз у нас было плюс 2 единицы до 749. Поскольку соглашение, еще раз повторюсь, да, его пройдено до конца 2018 года, но никаких дополнительных решений касательно того, как можно повлиять на проблематику сверхзапасов перепроизводства углеводородов в мировой экономике, никаких бы решений много принято не было. Но больше, скажем, и более интенсивно расти на этом фундаменте было бы, на мой взгляд, глупо для рынка. Надеюсь, то, что мы не увидим какой-то чудесный, не знаю, на чем базирующийся разворот котировок нефти и закрепление выше 65. Склоняюсь в пользу того, что короткие позиции будут более актуальны. А теперь по реакции отрейдеров и что сейчас будет ими движеть. На самом деле я снова рекомендую обратить внимание на высокие цены на нефть. Я рекомендую обратить внимание на то, что есть регионы, которые от этого выигрывают, особенно это Соединенные Штаты Америки. Не забывайте про еженедельную статистику по запасам нефти, по объему добычи. На текущий момент уже производство нефти США составляет 9,67 миллионов баррелей в сутки. И если вспомнить прогноз администрации научической информации, когда они планировали выйти на 9,75 миллиона уже к концу этого года, этот прогноз более чем может быть оправдан, потому что мы видим, как из недели в неделю производство увеличивается только за последние две, скажем, пяти дневки. Добыча нефти выросла больше, чем на 30 тысяч баррелей в сутки. Поэтому, друзья, у нас есть четкая аргументация позиции того, почему на Штаты сейчас нужно делать ставку на главный фактор нестабильности для котировок нефти и в целом главный фактор давления. Вы про это ни в коем случае не забывайте. Если темпы прироста сохранятся в таком же состоянии, как и сейчас, то уверен, что котировки получат нефть не только основания для снижения в районе 60 долларов за баррель, но и даже уход гораздо ниже. Сегодня, точнее даже в переходе со вторника на среду у нас традиционно с нового статистика американского института нефти, посмотрим за запасами и бензина, и, собственно, нефти, нефтепродуктов. Завтра утром этот отчет разберем и будем готовиться уже к официальным цифрам. Также есть позиция, что на нефть оказывает давление еще и рост долларов, потому что традиционно стоимость серия номинирована, конечно же, в курсе американской валюты. Когда мы видим рост этого валютного инструмента и понимаем, что этот рост может быть продолжен дальше, конечно же, это оказывает определенное влияние и на стоимость серия. Друзья, можете выбрать любой фактор, который кажется для вас определяющим именно текущей динамики. Я надеюсь, что ошибиться с значимостью этих факторов сейчас крайне проблематично. Самое главное не переставать верить в фундамент, по крайней мере, по сырьевой секции и верить в то, что он может отправить цену на нефть в район 60 долларов за баррель. Это как цель минимум на ближайшие недели. Рубль 58.74, ситуация не меняется, а раз так, давайте не будем останавливаться на этой валютной паре и двигаемся дальше. Прежде чем перейти к доллару, как и обещал, давайте разберем ситуацию на складывающейся на рынке криптоактив. Конечно же, правильнее разбирать все, что происходит на рынке криптоинструментов, оценивая динамику в биткоине, потому что это своего рода бенчмарк, это его бренд всей криптоиндустрии. Буквально в конце прошлой недели вы наверняка могли заметить, как локально пошла коррекционная динамика. Она была связана с очередными сообщениями о том, что на ряде крупнейших криптобирж возникли снова проблемы. В этот раз речь шла о бирже Coinbase и Bitstamp. Возможно, кто-то из вас с ними работает, либо знают, опять же, об этих проблемах, потому что сами столкнулись очень долго, не исполнялись сделки и, в принципе, не было возможности провести какие-либо операции. Поскольку на биржах сосредоточено, учитывая ажиотажный спрос, конечно же, очень много ликвидности, трейдеры не могли остаться в стороне, и вот эта паника, она стала причиной таких омрачневших строений в отношении перспектив до буквально всего спектра финансовых активов. Ну, вроде бы как ситуацию удалось взять под контроль, проблемы были решены, но рынок уже достиг, по биткоину мы увидели даже 9 тысяч долларов, после чего снова пошло в восстановление, и сейчас, говоря про Косбитка, мы наблюдаем уже его выше отметки 11,5 тысяч. Почему биткоин так стабильно растет и переписывает какие-то просто немыслимые психологические планки? Думаю, что те, кто спекулирует биткоином, уже ориентируются на более высокие значения. К примеру, 20 тысяч долларов, 50 тысяч долларов, 100 тысяч долларов. Здесь, друзья, нужно опираться на колоссальнейший спрос, который имеет место быть со стороны Японии, со стороны Южной Кореи, даже китайцы, которые с некоторых пор лишены возможности работать на национальном рынке с этими инструментами из-за крайне агрессивной, такой жесткой, рестрибционной позиции китайского регулятора, это не помешало им, разумеется, перевести свои капиталы на альтернативные площадки и спекулировать уже там. Большим, возможно, катализатором для акрид-индустрии являются ожидания запуска фьючерсных контрактов на биткоин на Чикагской бирже. И более того, уже известны даже конкретные даты. Скорее всего, первые контракты будут доступны клиентам и трейдерам. Чикагская биржа уже 18 декабря, то есть совсем скоро, друзья, через полторы недели. Кто-то говорит, что на налаживание полностью функционирующей инфраструктуры понадобится чуточку больше времени. Не успели чикагские, собственно, трейдеры и чикагская биржа стать, в принципе, родначальником доступа большего количества трейдеров к торговле биткоином. Есть уже информация о том, что в следующей бирже может быть уже и NASDAQ. Поэтому, друзья, как мы используем эту информацию? Ну, конечно же, если речь идет о полноценном биржевом контракте, значит, речь идет о полноценном интересе к биткоину. Но со стороны тех инвесторов, компаний, фондов, которые ранее не имели возможности работать с этим активом в нерегулируемом пространстве. Сейчас какая-то регуляция, по крайней мере, хотя бы рамки, видимо, этой регуляции, они, безусловно, присутствуют. И если говорить про чикагскую биржу, я наверняка уверен, вы знаете, что объемы торгов в целом, аккумуляция этой биржи по деривативам превышает 600 триллионов долларов. Вы представляете, появляется альтернативный инструмент, который, безусловно, у всех на слуху, которому хочется тоже приобщиться в формате спекулятивной деятельности. Даже если небольшая крупица этого колоссального рынка все-таки будет перемещена на рынок данного криптоинструмента, это тут же будет связано с резком роста криптализации, может стать причиной еще большего укрепления и роста курса биткоина. Если регуляторы будут лояльны к биткоину, если к этому активу в момент запуска действительно, не боясь волатильности, непонятного ценообразования, присоединятся крупные фонды, крупные инвесторы, то биткоин очень быстро сможет достигнуть 20 тысяч долларов. Возможно, друзья, может быть это слишком амбициозное заявление, но возможно этот рубеж мы с вами увидим даже еще в рамках этого года. Если же в рамки биткоина охлынут еще и институциональные инвесторы с капиталами куда большим чем у рядовых фондов, то тогда можно будет уже говорить о крайне невероятных даже по текущим меркам значениях и курсах для биткоина в районе 100 тысяч долларов. Конечно же, это еще, скажем, вилами по воде, все может измениться, но рынок сейчас движется к конкретной идее. Это идея того, что капитализация криптиндустрии увеличится, потому что этот актив будет доступен для торговли не только на многих все еще ненадежных площадках, но и на полноценных столопах финансовых гигантах и, в принципе, таких основных изменениях всей финансовой системы, как давно сложившиеся, устоявшиеся и успешно функционирующие биржи. Поэтому, друзья, не забывайте, Чикагская биржа, потенциально NASDAQ. Для Чикагской биржи разрешение от комиссии CTC уже практически получено. Да, мы слышали рекомендации о том, что все-таки в отношении этих инструментов нужно сохранять осторожность. Ну, в отношении всех инструментов нужно сохранять осторожность. Но, повторюсь и еще раз добавлю, действительно биткоин и, в общем, как и прочие активы крайне волатильны. Регуляторы будут следить за тем, что происходит, будут следить за сделками, будут следить за объемами, за процессом ценообразования и стараться не допустить, чтобы на этих рынках имело место быть такое понятие, как манипуляция окупсом. Ну, надеюсь, что им это удастся, друзья. В общем, ждем притока новой ликвидности, ждем новых участников, новых трейдеров, ждем больше волатильности и позиционного продолжения роста для всей индустрии. По уровням уже, в принципе, понятно. Доллар японская иена сейчас американец. Доллар, валюта США, она, конечно же, живет перспективой на реализации налоговой реформы. После того, как Сенат проголосовал за проект налогового преобразования, реализации налоговой реформы, рынок воспрятал тухну, потому что долгих позитивных новостей уже по этой теме не было. Напоминаю то, что налоговая реформа фактически подразумевает резкое сокращение кооперативного налога для компаний с 35% до 20%. Буквально за две недели до голосования в Сенате прошло голосование в Палате представителей, решение было аналогичным, положительным. Нужно уже реформировать экономику, нужно притворять жизнь эту реформу. Данная новость, безусловно, была воспринята как подтверждение явной победы администрации Трампа, который давно обещал помочь бизнесу, потому что помощь бизнесу — это, в принципе, равносильно стимулирование экономического роста. Здесь очень, на мой взгляд, явные параллели и взаимосвязи по всей индустрии. Сейчас, конечно же, очень многих волнует вопрос еще, насколько качественно будет реализовываться вот эта процедура репатриации капитала. Речь идет о триллионах долларов, которые будут возвращаться на территорию США. У большинства крупных компаний очень много средств, конечно же, задепонировано на зарубежных площадках, потому что это своего рода уход от налогов. И поэтому у той инициативы, которая обозначается Трампом, есть и критики, потому что если речь идет о репатриации капитала, значит, речь идет о резком сокращении налога на возврат капитала. Ну, возможно, даже его удастся снизить до 14% с текущих 35%. И критика связана с тем, что фактически Трамп вращает выполнение от налога. Считается то, что эти деньги, если они будут возвращены на территорию США, они станут хостимовым для экономического роста. Кто-то считает, что нет, потому что бизнес не будет, скажем, вкладывать эти средства на расширение производства распределения среди их акционеров. Ну, это тоже очень неоднозначное заявление, потому что, на мой взгляд, по какому бы сценарию не произошло распределение капитала, оно будет, считывая объемы, о которых мы говорим, благоприятное для всей экономики в целом. Ну, в общем, за налоговой реформой, друзья, будем следить. Еще несколько дней остается до ее непосредственной реализации. Ну, несколько дней, как вы понимаете, это немного растянутое, опять же, представление о том, когда ту реформу все-таки выпадет. Ну, есть еще конкретная дорожная карта. Теперь два законопроекта. Палаты представителей Сената нужно свести воедино. Нужно, чтобы не было каких-то недомолвок, недопониманий. Нужно, чтобы этот проект получил уже окончательное подтверждение, полностью был согласован обоим, скажем так, полам. После этого у документа, у реформы будет зеленый свет. Хотелось бы сказать, друзья, то, что остаются считанные дни, и уже точно в этом месяце мы получим эту реформу. Но вот сегодня, опять же, натолкнулся на комментарии, что для окончательной версии документа потребуется больше времени, нежели сейчас обсуждаются на рынке. И самая вероятная все-таки дата – это январь-февраль 2018 года. Бог с ними, с этими датами. Самое главное, прогресс уже очевиден. На этом невозможно не расти, должен отыгрывать. Это плюс по всему, у американцев есть еще триггер роста. Это, собственно, дата 13 декабря, следующая среда, когда мы с вами будем следить за заседанием американского регулятора и за повышением процентной ставки. Еще один мощный повод для роста. И также хочу отметить, что в эту пятницу у нас статистика по американскому рынку труда. У трейдеров есть возможность отыгрывать потенциально при выходе хороших отчетов, еще и рост доходности американских долговых облигаций. Вот вам три мощных аргумента, почему доллар нужно покупать. Поэтому доллар и японская единая у меня по-прежнему в арсенале длинных позиций. Я жду планку 115 иен за 1 доллар. Фонд против американцев. Вчерашняя торговая сессия уже в двух словах отметила, была связана с гиперволатильностью. Мы видели, как в моменте пары доллар первой половины европейской сессии с отметки 1.3420 улетела до уровня 35.40, больше 100 пунктов. Многие поверили, что вот он, тот самый мощный импульс, который может легко сейчас отправить пару и выше отметки 1.36. Позитив, который появился в рамках этого актива, был связан с комментариями Терезы Мэй о том, что действительно удалось достигнуть очень серьезного прогресса по основным вопросам процедуры Брекзита. Тереза Мэй также отметила, что будет сделать все, что от нее зависит, чтобы дать Еврогруппе, Европейскому Союзу понимание того, что Англия практически готова идти на многие уступки, чтобы наконец-таки разработать четкую и уже реализующуюся дорожную карту этого разводного процесса Брекзита. На этом рынок вырос, но позитив продлился недолго. Точно такое же снижение нас ждало ближе к окончанию торговой сессии, оно уже было связано с комментариями Юнкера, скажем, которая является второй стороной переговоров по Брекзиту. Он сделал акцент на то, что Тереза Мэй является очень трудным, бескомпромиссным переговорщиком. Безусловно, для нее остается основными целями это выторговать наиболее лучшие условия именно для граждан Англии. По многим вопросам есть еще недопонимание. Несмотря на то, что есть прогресс по фискальным обязательствам, по границе с Ирландией, непонятно еще, как будут обстоять дела с доступом Англии к единому европейскому рынку. На текущем этапе завершить на позитивной ноте эти переговоры практически невозможно. То есть, для дальнейших позитивных переговоров, конечно же, потребуется больше времени, друзья, хотя мы надеялись получить больше позитива в короткие сроки. Снова процесс затягивается, рынок на этом просел и вернулся к тем уровням, на которых мы наблюдали, при танце до этого. Можно сказать, что настроения в целом не изменились, потому что волатильность, вот эта турбулентность, она в конечном счете не стала, скажем, зарождением нового, либо восходящего трэмба, либо напротив обувала. Мы сейчас работаем с теми котировками, которые мы уже видели. Следим за статистикой, кстати. Сегодня в 12.30 по московскому времени выйдет отчет по активности в сфере услуга. И я надеюсь, друзья, то, что повторить сценарий сильных отчетов по строительному сектору и производству, у нас будет локальный мощный импульс роста британца. И я позволю рискнуть, дать вам рекомендацию. Сегодня рассмотрите фунт тех, кто все-таки спекулирует этим активом, несмотря на то, что мы уже достигли хорошего профита, но хочется подзаработать еще для тех, кто разделяет такую позицию. Я думаю, что при выходе сегодняшнего сентября релиза мы сможем добраться до планки в 1.35.50. Из других отчетов, друзья, доллар канадец. К сожалению, пока американская валюта не может перехватить лидерство у канадского конкурента. Это связано с тем, что трейдеры по канадцу отыгрывают еще релизы пятницы по ВВП и рынку труда. Но на этом фоне, на этом фундаменте долго расти не удаст. Уже завтра у нас с вами заседание Банка Канады. И мы ждем повторения прежней мягкой риторики, собственно, от господина Полза, который возглавляет канадский регулятор. И ждем, что пара юрисдикат с текущих значений до котировки, в принципе, 1.26 и 1.66, основу будет стремиться в район 1.28. Австралийцы сегодня выросли на 50 пунктов на азиатской сессии после озвученного решения по процентной ставке, оставили на прежнем уровне. Однако риторика в целом предполагала точно такой же потекст, как и раньше. Он связан с тем, что более резкий курс австралийца будет чреват для экономики падением темпов экономического восстановления и может повлиять на инфляцию. Да не может так повлиять. Ну, трейдеры пока те комментарии, которые явно свидетельствуют о том, что Резервный банк Австралии будет придерживаться мер экономической политики, не торопятся отыгрывать. Ну, давайте дадим им время. Все-таки и рост австралиицы не такой уж и существенный. 50 пунктов это немного. Котировки на текущий момент по австралиицы 0.76.45 мы ждем, как и раньше с вами, друзья, 0.75. Это опять, и я надеюсь, что по мере возвращения вот этой основополагающей идеи, связанной с системными рисками в виде низкой производительности труда и все еще низкой инфляции, австралийца пойдет вниз и усилит эту негативную динамику еще и рост доллара, о котором мы с вами поговорили. Из важных событий сегодняшнего дня ждем 12.30 сферы услуг по Англии в 18.00 у нас отчет тоже по сферу услуг, только уже по версии АСН и уже касающейся Соединенных Штатов Америки. По прогнозам статистика не подведет и станет причиной еще большего роста доллара. И в 0.0030 минут по московскому времени в среду, соответственно, ждем отчета КОПИ американского института нефти по запасу. Об этом уже поговорили. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...